От жителей города Владивостока дать четкую и ясную информацию, а не уходить кто, вы напишите нам, что-то отдайте, мы подумаем. Это общественное слушание. И прошу с уважением относиться к людям, которые сюда пришли по этому вопросу. Споры не, как сказать, не разрешают. Подождите, а все он сказал? Дайте, вот наш волос, там все на месте. Такой градус прений, по словам некоторых из выступавших, весьма нетипичен для прошедших накануне общественных слушаний, которые состоялись в Тинро-центре. Сюда наиболее громкоголосые представители общественности пришли устраивать нагоняя ученым по вполне определенному инфоповоду. Так, в минувшие выходные сахалинские зоозащитники потребовали от правительства отказаться от квот на вылов касаток и белух, устроив пикеты и организовав сбор подписей для петиции, не забывая пореже упоминать, что этот самый отлов разрешается исключительно в научных целях и в очень редких случаях. Вышеупомянутую петицию обещает направить не только в Минприроды, но и главе государства. Организаторами акции выступили активисты туристического клуба «Бумеранг», на чьей базе было основано несколько инициативных групп, включая Сахалинскую. Несмотря на удаленность региона, зеленая истерия захлестнула и прошедшие слушания в Тинро, доведя некоторых спикеров, что называется «до белого коленя». Это не наши вопросы, не вопросы науки. Почему-то люди сюда приходят и говорят, что вот мы сейчас все выскажем и здесь все услышат. Наука занимается обоснованием цифр с большой долей запаса, так сказать. Мы всегда по нижнему пределу берем. Называется это предосторожный подход. В попытках защититься от претензий общественников, обвинявших исследователей не только в пособничестве браконьера, не то в какой другой дьявольщине, была робко высказана мысль о том, что касатки, ввиду их неприкасаемого статуса, нередко вредят рыбным хозяйствам. «Да, поддерживаю. Я вообще занимаюсь прогнозом по черному палтусу. И я знаю, какие убытки терпят рыбаки. То есть это трагедия. А сами касатки перестают работать, и они просто паразитируют». Вопрос добычи и изучения морских млекопитающих на Дальнем Востоке в последние годы стал обрастать горячими дискуссиями и слухами. Сама по себе активная гражданская позиция людей не может не радовать. Они просто хотят защитить природу. Однако зачастую общественность, вооруженная инициативой в большинстве своем, слабо представляет, как работает наука. И зачем вообще нужны ученые Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра. «Конечно, данный ответ, что касаток нужно регулировать, так как они размножились, и они очень сильно вредят рыбохозяйственной деятельности, меня он не удовлетворил, потому что мы не имеем точных данных по количеству касаток. Откуда мы знаем, что их стало больше?» Сами по себе эти дебаты – лишь один из необходимых этапов, в который проходят так называемые материалы допустимого вылова. По ним в будущем Росрыболовство и иные структуры будут распределять между рыбодобытчиками специальные квоты на вылов той или иной морской живности в конкретных подзонах Дальневосточного бассейна. Один из главных аргументов зоозащитников заключается в том, что отлов касаток и белух запрещен якобы во всем мире, но не в России, тогда как в действительности массовый характер обрел именно запрет промысла таких китообразных. Стоит отметить, что общее число касаток на территории всего Дальневосточного бассейна примерно 3130. Таким образом, ученые Тинро, как считают зоозащитники, навредят природе, позволят своим коллегам изъять из естественной среды меньше половины процента этих морских млекопитающих. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом.